Здравствуйте! Вы смотрите программу события в студии Виктория Шарея. Сегодня в выпуске. Вывозят мусор вовремя и в срок. Городские власти проверили работу рекоператора. В ответе за тех, кого приручили, депутаты и общественники говорили о проблеме бродячих животных. Обсудили механизмы реализации национальных проектов в регионе. В Самарском центре «Семья» организовали дискуссионную площадку. Неучебой единой в Университете телекоммуникации и информатики открылся новый футбольный стадион. Криминальная драма, которая потрясла жителей Самарской области и прогремела на всю страну. Сотрудники полиции задержали подозреваемого, угнавшего машину вместе с 4-летним ребенком. В деталях нашумевшей истории разбирался наш корреспондент Анатолий Головко. Эта история берет свое начало здесь, на улице Ульяновской. В 7.50 утра женщина припарковала отечественную легковушку учебного учреждения и повела своего старшего ребенка в школу. В этот момент в салоне машины находился 4-летний мальчик. Подозреваемый воспользовался положением, сел в машину, в которой находились ключи и умчался в неизвестном направлении. Случай, произошедший в маленьком городке, потряс всех жителей Самарской области. Местные говорят, такие истории происходили разве что в 90-е. По словам местных жителей, подозреваемый все-таки одумался и высадил ребенка здесь, на трассе, неподалеку от магазина сантехники. Дальше в дело вмешались продавцы, которые вызвали полицию. У соседа из магазина, который в стройматериалы зашел утром, спросил, как вызвать милицию. Мы спросили, в чем дело, он сказал, что нашел ребенка. Благодаря бдительности жителей Кенеля ребенок не пострадал. Через несколько часов его вернули матери. На РОСК автомашины были ориентированы все патрули полиции. Сотрудники уголовного РОСК отработали на причастность к преступлению лиц, ранее судимых за аналогичное преступление. Оперативники изучили записи с камер видеонаблюдения. Им удалось выйти на след угонщика. Спустя двое суток угнанный автомобиль, наконец, нашли. Подозреваемый бросил отечественную легковушку неподалеку от своего дома в Черновском. 23-летнего ранее несудимого мужчину доставили в отдел полиции. За что это доставлено? За отражу автомобиля. И? И в машине находился ребенок. И когда поехал, увидел, что ребенок сидит рядом на сиденье, выставил в магазин его. Сказал, чтобы остался в магазине, куда не входил его заберут. Зачем мужчине понадобился автомобиль и знал ли он, что там находится ребенок, предстоит выяснить следователям. От этого и будет зависеть, какие статьи Уголовного кодекса будут предъявлены задержанному. Анатолий Головко, Константин Головин. События. Более 42 тысяч преступлений зафиксировано в прошлом году в Самарской области. Количество некоторых видов правонарушений снижается. В их числе грабежи, разбой, хулиганство и нанесение тяжкого вреда здоровью. В Самарском областном управлении МВД подвели итоги работы ведомства за 2019 год. Рассказали о планах и отметили лучших сотрудников. Андрей Горгуленко продолжит тему. Медаль за отличие в охране общественного порядка – государственная награда, которую вручают только по указу президента России. Ее новый обладатель, полицейский Юрий Портнов, такой высокой чести удостоен за профессиональную работу. Начальник следственной части раскрывает преступления более 20 лет. Ушедший год оказался для отделения очень успешным. До суда довели много дел, связанных с финансовыми махинациями. Хочу поблагодарить, в первую очередь, весь дружный свой коллектив главного следственного управления, следственной части главного следственного управления. Оперативный состав, которые на протяжении очень длительного времени оказывали серьезную поддержку в работе по серьезным резонансным уголовным делам. И вот это, в первую очередь, результат нашего всего дружного коллектива. Как и в русских пословиях говорят, один в поле не воин. Награждение лучших сотрудников прошло на заседании коллегии регионального управления МВД. На ней были подведены и итоги работы ведомства в прошлом году. Всего в области зафиксировано более 42 тысяч преступлений. Больше половины из них раскрыты. Снизилось количество преступлений с нанесением тяжкого вреда здоровью, грабежей, разбоев, краж, поджогов и хулиганства. Уменьшилось количество преступлений на улицах и других общественных местах. Положительной динамики удалось добиться благодаря успешному сотрудничеству полицейских с другими ведомствами и областными властями. Успехи региона отмечают и в федеральном министерстве. По совокупности показателей, ведомство Самарской области занимает 12-е место из 84 субъектов России. Спасибо за вашу работу. Вы сегодня нужны своей стране, вы нужны нашему народу, потому что на ваших плечах лежит основная ответственность за общественное порядок. Говорили на коллегии и о задачах, которые поставлены перед ведомством на 2020 год. Он объявлен годом памяти и славы. В области планируется большое количество акций и масштабных праздников, посвященных 75-летию победы в Великой Отечественной войне. И на каждом из них требуется обеспечение безопасности людей. Соблюдать законность и порядок будут и на муниципальных выборах, и на референдуме, посвященному внесению поправок в Конституцию. Любые задачи нам по плечу. В этом не раз мы могли убедиться, как и проведение самых масштабных мероприятий, потому что и мирового уровня, так и проведение важнейших общегосударственных мероприятий. Нет никаких сомнений, что мы справимся с этими задачами. В 2020 году приоритетными направлениями деятельности станут повышение эффективности работы по предупреждению, пресечению, раскрытию и расследованию преступлений в IT-сфере и наркопреступлений, работа по профилактике и снижению количества ДТП на самарских дорогах, а также традиционная работа по защите прав граждан. Андрей Горгуленко, Николай Сидоров. События. На 10% больше в Самарской области увеличен размер минимальных взносов за капитальный ремонт. Теперь жители домов не выше пяти этажей будут платить 6 рублей 28 копеек за квадратный метр. Жильцы более высоких домов 7 рублей 22 копейки. Насколько эти суммы отличаются от общероссийских показателей, узнала Лариса Шалафаст. Больше тысячи домов отремонтируют в регионе в этом году. Чтобы выполнить весь запланированный объем, обновить кровли, фасады и коммуникации, фонду капитального ремонта нужно больше денег. С нового года размер минимальных взносов за капремонт вырос на 10%. Жителям домов высотой до пяти этажей включительно придется платить по 6 рублей 28 копеек за квадратный метр. Для тех, кто проживает в домах высотой свыше пяти этажей, тариф составит 7 рублей 22 копейки. Таким образом, сумма, собираемая фондом в год, увеличится на 400 миллионов рублей. Это достаточно большая сумма для дополнительного ремонта, более качественного ремонта. Поэтому, с точки зрения нашей, мне кажется, это объективность, что этот шаг минимально скажется на жителях, при том, что даст максимальный, что называется, рост в качестве работы. К примеру, для собственника типовой двухкомнатной квартиры площадью от 50 до 60 квадратных метров ежемесячная плата за капремонт увеличится на 38 рублей. Повышение тарифа – меры вынужденные, говорят в региональном министерстве энергетики ЖКХ. Даже при корректировке размера взноса его величина остается ниже экономически обоснованного уровня, рассчитанного Центром по ценообразованию в строительстве. Сумма взноса в Самаре остается ниже общероссийской. Среднее значение по Российской Федерации составляет в целом 9 рублей 2 копейки. То есть мы видим, что по сравнению с Российской Федерацией минимальный размер взноса у нас по Самарской области, в общем-то, в принципе, ну, скажем так, не самый большой размер по Российской Федерации. Платить подрядчикам за выполнение работы будут быстрее. С этого года деньги начнут переводить в течение 6 месяцев, а не 12, как раньше. Для этого региональное правительство направит в фонду капремонта порядка миллиарда рублей. Лариса Шлафаст, Николай Епифанов, События. В 63-м регионе усиливают контроль за вывозом мусора. Специальная комиссия проверила контейнерные площадки в Кировском районе Самары. Остались ли довольны инспекторы работы перевозчика ТКО, знает мэрия Елчан. Нагрянула проверка, когда не ждали. Сегодня инспекторы объезжают контейнерные площадки в Кировском районе Самары. Нареканий нет. Регоператор вывозит мусор в срок. За месяц у комиссии не менее 45 таких выездов по городу. Фиксируется общее состояние площадок. ТКО, если вне контейнеров, опять же переполнение контейнеров, если подъезд к контейнерной площадке, если есть нарушения, они фиксируются в акте, передаются перевозчику. В течение суток должен их устранить. Но в последней врефе графики уже все выровнены, сбоев практически не бывает, они крайне-крайне минимизированы. Жители тоже довольны тем, насколько оперативно вывозят мусор. В принципе, регулярно, нормально. Столу лучше, можно это сказать, да, определенно. За прошлый год только в Кировском районе Самары установили 125 новых контейнерных площадок. В 2020-м запланирован ремонт еще 80. Региональный оператор совместно с перевозчиком меняет периодические контейнеры на новые. То есть вот эта реакция и перевозчика, и самого регионального оператора по отношению к состоянию самих контейнерных площадок и их внешний вид уже меняет общую картину в лице жителей по организации вывоза мусора. Рега-оператор не только выстраивает основную работу по вывозу, мусора и утилизации отходов, но и внедряет инновационные технологии, позволяющие достичь максимального результата. Одна из них – система ГЛОНАСС. Это спутниковая навигационная система. Диспетчерская служба отслеживает все машины в реальном времени. Региональным оператором совместно с компанией-перевозчиком за прошедший год большая работа была проведена в этом направлении. То есть теперь каждая машина у нас оборудована данной навигационной системой, что позволяет отслеживать ее по маршруту следования, позволяет своевременно и очень быстро, в короткий срок понимания, вообще был заезд на данный адрес, если поступила жалоба. В прошлом году в Самаре обустроили 125 новых контейнерных площадок и отремонтировали свыше 200 существующих. Региональный оператор провел совместную работу с Департаментом городского хозяйства и экологии и администрациями районов. Они составили полный перечень мест для сбора ТКО. В итоге на средства из областного и городского бюджетов было закуплено свыше 2000 евроконтейнеров. Мэри Илчан, Константин Головин, События. А теперь коротко о других темах дня. Авария, в которой пострадал пешеход, произошла в Самаре. Водитель за рулем Рено ехал со стороны Дыбенко в сторону Антонова Овсеенко и не уступил дорогу парню, который переходил проезжую часть по переходу. В результате пешеход оказался под колесами. Водитель сразу же отвез пострадавшего в больницу, после чего вернулся на место аварии и вызвал сотрудников ГИБДД. Самарское метро хотят протянуть до соцгорода и 18-го километра Московского шоссе. Схему опубликовали на сайте Табурент.ру, где активно размещают свои материалы архитекторы и строительные организации. Судя по данным портала, схема рассчитана на 25-38 годы. План предусматривает строительство второй линии метро от Фрунзенского моста до центрального автовокзала. Всего до 28-го года запланировано возведение пяти станций. Полицейские разыскивают таинственно исчезнувшие 20 тонн сыра, которые должны были на днях привезти в Самару. Товар загрузили в грузовик с полуприцепным фургоном. Сотрудник компании получателя товара, 54-летний мужчина, должен был доставить сыр в Самару 19 января, но так туда и не доехал. Фуру нашли в Москве вечером спустя два дня. На Ленинградском шоссе пустой прицеп, там же, но уже возле другого здания. Сумма ущерба сейчас устанавливается. Полицейский проводит по данному факту проверку. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела. Правительство Самарской области внесло поправки в региональную программу по развитию жилищного строительства. Срок ее действия продлен на год. А также внесены дополнения, касающиеся компенсации расходов молодых IT-специалистов на улучшение жилищных условий. До конца 2022 года жилищные условия с использованием компенсации с бюджета должны улучшить 300 молодых IT-специалистов. Ценным сотрудникам ипотеку оплатит на 50% работодатель и на 50% будет субсидировать областной бюджет. С сегодняшнего дня установлено движение судов по маршруту Самары-Рождествен. Об этом сообщает Минтранс Самарской области в Твиттере. Пока с учетом тяжелой ледовой обстановки в Рождественской Волошке движение осуществляется в светлое время суток, говорится в сообщении. Напомним, из-за торосов 21 января работа переправы была остановлена. Тренд на многодетности – рождение первого ребенка. В Самарском центре «Семья» организовали дискуссионную площадку, на которой обсуждали итоги послания Владимира Путина Федеральному собранию. На чем участники «Круглого стола» сосредоточили свое внимание, знает наш корреспондент Анатолий Головко. Чтобы увеличить рождаемость в регионе, прежде всего, самарские депутаты предлагают изменить ментальность молодых людей. По их мнению, женщины должны рожать первенца до 25 лет, ведь у семьи должна оставаться возможность обзавестись вторым, третьим, а может быть и четвертым ребенком, пока родители молоды и полны сил. Этот вопрос стал одной из главных тем, о которых говорили на дискуссионной площадке. Сегодня мы на обсуждение нашей дискуссионной площадки выносим все предложения социального блока, которые прозвучали в послании президента, и нам нужно услышать, во-первых, мнение наших коллег, второе, услышать мнение общественности, и третье, может быть, посмотреть даже какие-то другие еще предложения по расширению мер социальной поддержки семьи с детьми. Коллег по депутатскому цеху поддержали и самарские медики. Основа развития нашего общества – это укрепление семьи. И, соответственно, через укрепление семьи мы будем идти к организации системы здравоохранения. Еще один не менее важный вопрос, который стал предметом обсуждения депутатов и общественников развития волонтерского движения в Самарской области. Это направление уже дало первые весомые плоды. Благодаря труду добровольцев, Самара с блеском приняла иностранных болельщиков на чемпионате мира 2018 года. Эти направления, они развиваются, исходя из широкой души именно самарских жителей. И поэтому здесь у нас все нормально сформировано, все функционирует. И поэтому 2020 год мы тоже проведем в полном соответствии именно с развитием волонтерского движения. Приоритетным станет празднование 75-й годовщины в Великой Отечественной войне. Волонтеры очень трепетно относятся к этому событию. Лучшие добровольцы, которые сумеют проявить себя, смогут рассчитывать на льготы. Например, дополнительные баллы при поступлении в высшие учебные заведения. Анатолий Головко, Григорий Плешаков. События. Чтобы собака не была кусачей. Применение нового законодательства в сфере обращения с безнадзорными животными сегодня обсуждали в формате круглого стола в Самарской губернадской думе. Согласно новым нормативам, четвероногие друзья человека, у которых нет хозяина, не должны становиться угрозой для горожан. В то же время отношение к ним должно быть гуманным. Олег Зверев изучил вопрос. Дворовый бобик любимят детей и бабушек или агрессивный полудикий зверь. Обращения с животными без хозяина теперь строго регламентируются. Новый федеральный закон защищает их от жестокости, но каждая бродячая собака должна сдать свое место. Статистика такова. Ежегодно в России от нападений бездомных псов гибнут порядка 35 человек. Необходимо изолировать их, но гуманным способом. Сегодня в губернадской думе этот вопрос обсуждали в формате круглого стола. Чиновники, депутаты, зоозащитники и представители общественности. Для нас важно, чтобы вопрос контроля численности животных без владельцев осуществлялся исключительно гуманными методами. Конечно, агрессивные животные не должны присутствовать в городской среде, но что касается в целом ситуации, нам важно, чтобы был определенный диалог. Каждое бездомное животное должно быть поймано, чипировано, стерилизовано, вылечено и помещено в специальный приют. Таковы требования нового закона. Усыпить можно только бешеных и неизлечимо больных собак. Впервые в нормативном акте появилось положение. Животное существо способны испытывать физические страдания и эмоции. Есть и правила их содержания в приюте. Эта температура не ниже плюс 7 градусов, кормление и выгул два раза в день. Деньги на это выделяются из бюджета, но пока приютов не хватает. Те, что есть, не соответствуют требованиям. Кто конкретно займется их обустройством и содержанием собак, вопрос пока остается открытым. Логично было бы поручить это дело людям неравнодушным, тем, кто не только смогли бы взять на себя ответственность за судьбу животного, но и привлечься в финансирование со стороны спонсоров. Поэтому губернатор предлагает, прежде всего, помогать тем людям, которые занимаются не в силу должностных обязанностей, что их назначили защитниками животных, не в силу того, что они хотят на этом деле заработать, а те, кто по зову души создает некоммерческие общественные организации и занимается этим на практике уже не один год. И мы имеем сегодня в этом зале тех людей, которые этой работой заняты. Мы должны помогать им. Мы должны выделять им субсидии для того, чтобы они могли развиваться, осуществлять свою деятельность. По мнению участников обсуждения, необходимо оказывать господдержку частным приютам для животных и создавать муниципальные. Кроме того, в числе рекомендаций – определение норматива расходов на отлов, вакцинацию и содержание собак и установлению административной ответственности за безответственное обращение с животными со стороны владельцев. Олег Зверев, Максим Гусев. События. Соблюдение прав пациентов, психиатрических стационаров и психоневрологических интернатов. Этой теме посвящен специальный доклад уполномоченного по правам человека в Самарской области. Документ сегодня представлен на обсуждении общественного и экспертного советов. Проблемы проживания граждан с ментальными особенностями прозвучали во время прямой линии с президентом России в 2019 году. По мнению правозащитников, необходимо привести учреждения, в которых проживают такие люди, в порядок, чтобы каждый из них чувствовал себя защищенным со стороны государства. Есть очень серьезные вопросы. И у нас очень серьезные претензии к работе наших учреждений в Самарской области. Но хочу сказать, что за эти годы, с 2015 года, я уже сказала, мы этим занимаемся, особенно за два последних года, очень серьезные есть изменения. Но что стоит только вновь построенный Большевороковский пансионат для людей с ментальными ограниченными возможностями. Футбол для всех в Самаре на базе Поволжского госуниверситета телекоммуникации и информатики состоялось открытие нового спорткомплекса «Звезда». Футболистов от мала до велика ждет не только большое поле, но и крытый футбольный манеж. Подробности в репортаже Елены Нижегородцевой. Студент четвертого курса Виктор Вишневский увлекается футболом с 8 лет. На поле его привел отец, заслуженный ветеран крыльев советов Владимир Меридонов. На счету у Виктора немало забитых голов. Рекорд 6 за один матч. Тренировкам студент посвящает все свое свободное время. По его мнению, новый футбольный манеж отлично подходит для тренировки спортсменов зимой. Оно намного больше, чем было раньше у нас в обычном спортзале. И здесь есть где разгуляться, есть где пробежать, куда открыться. И это радует. Вроде на улице холодно, зима, да, а здесь тепло. Очень хороший газон. Прям вообще мягко, мячик стелется. Супер. В Самарской области футбол – самый массовый вид спорта. Им занимаются более 70 тысяч человек. Благодаря проекту «Демография» в прошлом году в области построено более 20 площадок. В этом году запланировано строительство еще 22. Стадион «Звезда» был построен на деньги частного инвестора. Таких площадок в городе пять. Одна из них пока в процессе строительства. Губернатор Самарской области Дмитрий Чазаров особое внимание обращает на развитие государственного частного партнерства. Это не первый объект, который построился в рамках такого взаимодействия. Я рада, что у студентов, жителей района, детей и взрослых людей появилась новая возможность в современном объекте, открытом, закрытом, заниматься систематической физической культурой, спортом. Стадион «Звезда» — это открытое поле 60 на 45 метров и крытый футбольный манеж 20 на 40 метров. Здесь есть все условия для любителей футбола. Удобные раздевалки, душ, инвентарь для игры. Большое поле рассчитано на 270 зрителей, малое — на 50. Название стадиона «Звезда» было выбрано не случайно. Цель проекта — привить у учащихся любовь к спорту и найти новые футбольные таланты. Ведь в первую очередь это было сделано для спортивных школ и вузовских команд города. Мужская команда пути под названием «Университет связи» является победителем многих областных соревнований. Наличие постоянной тренировочной базы, вот именно такой, позволит ей еще улучшить результат. Тренироваться на стадионе при желании могут все любительские команды города. Условия расписания аренды можно найти на сайте footballsamara.ru Елена Ижгородцева, Василий Колдашов, События Виниловые вечера в областной юношеской библиотеке. В год 50-летия легендарной британской группы Electric Light Orchestra самарцам рассказали о коллективе его основателя Джеффи Лини. На вечере побывал и наш корреспондент. Это одна из песен с альбома Discovery, знаменитой английской рок-группы Electric Light Orchestra. Пластинка записана в стиле диска в 1979 году, когда коллектив решил обновить свое звучание. Это добавило оркестру популярности. Альбом сразу возглавил хит-парады, а спустя 20 лет его признали дважды платиновым. В этом году группе исполняется 50 лет. Данную дату отметили и в областной юношеской библиотеке. Особое внимание на встрече с читателями было уделено основателю группы – Джеффу Лину, который помимо работы с Electric Light Orchestra спродюсировал десятки успешных альбомов. Он много сотрудничал со звездами, например, с одним из бетлов – Джорджем Харрисоном. Ну а сам Джон Леннон говорил, что писать музыку становится все труднее, ибо Джефф Линн уже все написал. Он прекрасный мелодист, аранжировщик, продюсер. Его принято считать четвертым по величине продюсером во всем мире. В юношеской библиотеке регулярно проходят «Виниловые вечера». Это лекции, на которых самарцы могут узнать о разных легендарных группах и музыкантах, а также послушать их музыку. Люблю за его великое творчество. Очень сложная музыка, мне это нравится. То есть, ну, непростая. Просто приятно разбираться в ее музыке. Следующая встреча пройдет 31 января. Она будет посвящена еще одной легендарной британской рок-группе Юрая Хип. Александр Шугаев, Семен Безгинов, Николай Епифанов. События. На этом наш выпуск завершен. Мы рады вам сообщить, что число просмотров нашей программы на Ютьюбе превысило 23 миллиона. Смотрите передачи «Самара Гис» на нашем сайте и в его мобильной версии, а также на Ютьюбе. Все вам доброго и до встречи. Субтитры создавал DimaTorzok